Гаджи, я тебя вызвал, кидаю, давай по боксу уже. Не бегай от меня. Не хочу. Просто в последней подготовке, потому что я с тобой не спарринговал, я проиграл. Я говорю, приезжай, помогай. Ты знаешь, я чувствую свою вину, знаешь, что я не поехал тебе помогать. Когда ты готовился, кто тебе помогал? А я, когда готовился, кто помогал? Никто, я сам по себе. Вот так вот. Друг познается в беде. Хадис, четвертый раунд. Самая большая усталость в жизни, через которую вы проходили? Да нет. Если подряд схожи, давай поделимся. Я сам летаю. Перчатки я на полоках не буду с тобой. Я такой хитрый. Не, не, честно, честно, я первый так дал, да, второй. Я так думаю, честно, я думал, я первый выиграл, второй ничья. Думал, может, третий там чуть-чуть, уже начал уставать. Думал, третий дам и четвертым за Русь. Может быть, я взорвался даже, да, что-то сделал, но этого было мало. Я осознаю, был, как так тактика не пошла, наверное, да, я не показал честно себя, насколько мог. Вот то, что, когда боец подготовленный выходит, у него не получается, это одно. А то, что я показал, я все, что во мне было, показал. У меня еще сила есть, у меня с силой нет проблем, с характером нет проблем. У меня единственная сейчас выносливость, а это из-за того, что очень маленький срок был. Мало времени на подготовку, вышел на замену. Как всегда, очень часто так делаю, каждый раз, ну, иногда получается, иногда нет. Но может кто-нибудь скажет, что так неправильно и так далее. Кто так считает, пускай сам так не делает, а я делаю так, как я хочу. Винлайн — официальный спонсор UFC. Теперь в приложении Винлайн есть бесплатные трансляции, расширенная статистика и множество вариантов для ставок. Убедись в этом сам, 8 мая, во время турнира UFC 274, в котором примут участие Чарльза Оливейра, Джастин Гэджи, Тони Фердюсон и другие известные бойцы. Смотри и ставь на Винлайн. Вот Гаджи Автомат, когда мы брали интервью у Петра, сказал, что он придет за ним. А вам интереснее было бы бой Гаджи увидеть с вашим соперником или самому с ним подраться еще раз? Да самому, конечно, не хочу я Петю отдавать никому. Я сам выйду. Дайте мне время подраться. В ММА, Петя, тебя там насчет ММА спрашивают. Иди сюда. Давайте сразу face to face. Ребят, очень хочу поблагодарить Хадиса за бой. У нас у меня, ну, была, знаете, такая, ну, откровенно говоря, вот я Хадису очень уважительно отношусь. Когда я попал на хардкор, да, в первый день, когда он уже был чемпионом, я такой иду, такой он болтает с ребятами, говорю, Хадис, приветствую. Он так меня обсмотрел, да, с ног до головы. Ты, мол, кто? И пошел дальше. А уже на второй конференции, когда я выиграл Слава Каримова, да, он такой подошел, да, он такой подошел, говорит, ты там, Романкевич, там, туда-сюда. И мы, знаете, тепло очень пообщались, и на самом деле нету никакой агрессии, и там. Спортивный интерес, ты был сегодня лучший, да, поздравляю тебя с Бой. Но, давай-то скажем, да, что, когда готов? По боксу, по ММА, шахматы давай, что ты хочешь? А гребнингу? А гребнингу будешь, скажем? Давай по боксу, давай реванш. Блин, я же вышел на замену, я же вытащил твой бой. Не, 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 подождите, вот смотри, я сколько-то, ты сам понимаешь, две недели дали, пока я тренер нашел, за неделю сюда прилетел, там подготовки, хадис, хадис, и то, что я показал, я еще раз говорю, я увожусь к тебе с уважением, давай, увожу с уважением, на русский. Давай, давай рассмотрим реванш, не проблема. По боксу? По ММА? А по ММА у нас реванша нету еще? Не, не реванш, первый бой. Давай рассмотрим, хорошее предложение. Давай, давай, вот видите, он готов, я готов, я вам честно говорю. Главное, что вы готовы были, ребят, если будет интересно вам, будет интересно и нам. Да, мы готовы, я еще раз зарублюсь, ход он говорит, нормальным уважением, это второе очередь, первое очередь. Слушай, ну бонус хотелось с него забрать? С тебя? Ну что ты, сколько мимо пролетело, ты чуть не упал, капучил, выплювывал. Как, один раз было? А, ну еще выплюнул. Ну бонус хотел забрать? На грани не был, скажи, попал же пару раз. Ну пару раз, а я? Не, было, да, было, конечно было. Слушайте, больше ста килограмм, поэтому... Это самое, давайте нам реванш, какие-то организации любые, давайте нам, сколько дайте, сколько времени дать тебе? Сколько времени? Отдохнуть и остановиться. Завтра? Не, завтра я еще не готов, я хоть завтра, завтра по ММА готов. По ММА? Да, завтра, с утра. Брат, давай вдохнем. Давай. Все, давайте, мы ждем вас в предложении, мы еще раз, я честно, я вот зарублюсь еще раз с ним с кайфом, с удовольствием, дайте нам бой, дайте мне главное время на подготовку, именно, если хотите по боксу там месяц, если по ММА охота, я не знаю, час-два сейчас я вытскажу. Все, спасибо. Слушай, Хадис, а был момент в бою, какая-то критическая точка, когда ты чувствовал, что вот мог упасть там, банально от усталости? Да нет, такого не было, куда я упасть могу от усталости? Было, что я устал, потом начал чуть-чуть так тянуть и заблокировался, я чувствовал удары, там нет таких на кого-то уже, он попадал, ему из-за этого очки давали, а потом, я бил меньше, но мне кажется, сильнее, и много не попадало, когда человек не попадает, и сквозь, очень много сил тратить. У тебя в итоге лицо чистое, я так понимаю, не было, да, каких-то вот ударов, которые ты пропустил и могли... Не, ну лицо чистое не означает, были боковые парочку, потом попадал, было, было, вакуевые удары, там же видно, если надо медленно посмотреть, как, не попадал вообще, попадал, конечно. За что он выиграл, если он не попадал, просто так дали, что ли? Вот последняя конференция хардкора... У него, смотрите, побитое лицо. Засудили. На самом деле, это тренер добавил после боя. Засудили. Вот последняя конференция хардкора с твоим участием, она как-то на такой трагичной ноте закончилась, как будто бы у вас не рассказал. Я не хочу эту тему поднимать, с этой организации, просто были моменты, меня звали, говорили, там что-то как-то скажут. А ты будешь там драться-то еще? Да нет, 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 вот так смотрите, не буду сказать, не могу, не хочу, на данный момент не хочу. Если они что-то предпринут, если они что-то сделают, возможно, как-то, ну, у меня была ситуация, которая мне не нравилась, как спортсмену. Может, кому-то это нормально, кому-то нет. Мне не нравилось, я говорил, вы не правы. Они говорят, да, мы не правы, приезжай на конференцию, обсудим. А потом, когда я начал эту тему поднимать, а что такое, а что, как будто первый раз слышат, да. Мне не понравилось такое отношение. Вот организация РНТВ нормально относится, все нормально, делают бои красивые, почему бы и нет. Есть другие организации. У меня нет контракта ни с какой организацией. Я не подписывал с ними на долгой срок, каждый раз на бой подписывал контракт. На конференции просто получилось так, что Анатолий, во-первых, как я понял, признал, что с их стороны была техническая ошибка, а во-вторых, он сказал, что... Я на конференции, я, честно, не смотрел ее, да, а когда сидели, он сказал, а что, ну, я не знаю, это вырезали, не вырезали. Я, честно, не смотрел конференцию, она вчера вышла, никогда, я не знаю, у меня не было времени на это смотреть, я готовился, настроился на этот бой. Там меня вообще позвали, сказали, что Петр будет со мной биться, вот есть претендент, он хочет. Я пришел, сказали за ту ситуацию, да, которая была уже, что они там принесут извинения, честно. Мне вот звонил сам сценарист, сказал, я говорю, я уже там перед теми сказал, что так было, вот я на конференцию приду и скажите, да, публично, что такая конференция, ситуация была. Мы там поняли друг друга, мы были неправы, признали, даже если не извиняться, признали, что были неправы такое не повториться и давайте там дальше. Я когда сказал, поднял вопрос этой темы, да, сказал, что насчет той ситуации, они там, ну, дурачка включили, а какая ситуация как будто. Да я при мне, германский, звонил Анатолию и говорил про эту ситуацию, он говорил, что разберется. А когда я на конференции говорю про эту ситуацию, он говорил, а какая ситуация, ну что за это самое. Я не знаю, честно, что они там вырезали, что они ставили на это. Как я ее до сих пор не смотрел, может там все есть, то, что я там говорил. Ну, мне не было неприятно, честно, я никакого негатива к этой, в этой организации я четыре боя провел, они тоже хорошо там давали мне каждый месяц бои и говорят, что шли мне навстречу и так далее. Но я сам соглашался, я каждый месяц дрался у них в этот, каждый месяц, ну, каждый месяц бился и к главному бою вытаскивал какие-то карты, где-то мне давали там две-три недели. Я выходил там, за две недели узнавал, да. Нет такого, что они мне только хорошо. Я тоже делал, я их поднимал рейтинги, да. Я не какой-то там новичок, который просто с улицы пришел, никаких боев нету. Ему главные бои они вот так вот дарили, да. У меня есть за спиной история, кто там говорит, что UFC там проигрывал и так далее. Да посмотрите вы все мои бои UFC. Как этот бой, я вышел на характер, на замену. Здесь хотя бы две недели было, на UFC мне 10 дней давали. Я летел в другую страну, гонял весь. Сейчас я вес не гоняю, еще хуже себя чувствовал. Но я выходил, как мужчина до конца дрался. И если у меня даже не получалось, это я вот, главное, сам перед собой. Я вот перед собой, мне не стыдно, потому что я вышел, я сделал все, что в моих силах. Если бы я не вышел, я бы сгрыз бы себя. Мне было бы стыдно, потому что я не вышел, я заднюю дал. Потому что дали соперника, почему? На улице тебе человек кто-то обидит, что-то скажет. Ты скажешь, дай время подготовиться, не скажешь никогда. Вот такой у меня характер просто, и все. И, возможно, из-за этого характера у меня есть поражение. Но это есть я. Хадис, вот если говорить глобально о твоих целях, это возвращение в UFC рано или поздно? Честно, я был там, очень хорошая организация. И они мне давали, хоть я проигрывал, там очень зрелищные бои. Иданова лично отмечал меня как хорошего, зрелищного бойца перед боями. И мне 26 лет, я не могу загадывать наперед, что будет. Я поднимаю свой уровень бойцовский. Я сейчас уехал в Дагестан, тренировался именно с лучшими тяжами мира. И в 93 я гонял раньше. Если я вернусь, я вернусь уже в тяжелом весе. А я считаю, что я для тяжелого веса на данный момент, ну, физически еще не окреп полностью. Не хотелось бы туда приходить и там, знаете, проигрыш, если обратно приду проиграть, будет очень там, да, уже дальше о чем говорить. Окреп, но наберу физику, поставлю какие-то моменты, выносливость, наработаю, да. И даже, возможно, если я даже вернусь, буду как раньше на замену выходить. Не будет такого, что я там жалею, что раньше. Я буду выходить, если мне нравится, я почему на замену вышел, буду драться. Выиграл, не выиграл, это уже дальше. Это уже бой покажет, да. Вывод в том, что больше, если выходишь на замену, будь всегда готов. Если у тебя такой характер. Я тогда не был, да, мой косяк пропускал, там, тренировки, там, отвлекался. Вот, а сейчас я полностью дался в тренировочный лагерь. Даже если выйду, я больше вес гонять не буду. Это очень большой плюс. Когда ты выходишь, еще вес гоняешь, у тебя силы не остается. Сейчас с трибуны этот бой наблюдал, в том числе, Камил Гаджиев. Ну, учитывая, что с хардкором ничего не понятно, а можете представить ситуацию, при которой, например, в Файт Найт окажешься? Да, предложение, я же говорю, если предложение будет хорошее. Нет такого, у меня переговоры, у меня есть менеджер, он со всеми связывается. Когда он уже доходит до боя, да, уже он говорит, вот такой бой есть. А до этого я не интересуюсь, с кем он общается, какие там, что-то. Я ему доверяю, в этом плане не хочется отвлекаться, там, лишний раз на какие-то переговоры, с кем-то договариваться. Кто-то просит, там, кто-то делает. Нет, я боец, я не менеджер. Просто, может, было бы что-то, что тебя... Мой менеджер, вот, к нему надо все пишите, звоните, кому интересно, там, насчет боев и так далее, где нужно каком-нибудь хард вытащить, там, с характером зарубиться отсюда в этого. Спасибо. Спасибо.